Украина вступила в некую новую фазу войны, фазу ракетного террора. Скажите, мы действительно входим в какую-то новую жуткую фазу? Ну, вы знаете, к сожалению, наверное, Арестович прав, и не один Арестович. Многие внимательные наблюдатели, многие умные комментаторы написали, что 26-го числа, к сожалению, Путин объявил войну всему Западу. Войну уже совершенно иного свойства. Войну террористическую, открыто террористическую. Войну карательного свойства. Вот эта ракетная буча, о которой сказал Арестович, очень точный, на мой взгляд, термин. Понимаете, вот можно было произошедшее в буче еще списать на эксцесс исполнителей, что вот, мол, пришли абсолютно деклассированные люди, если их людьми можно назвать, абсолютно подонки общества, негодяи, которые натворили вот таких чудовищных преступлений, которые убивали, грабили, насиловали. Ну, в крайнем случае можно было бы списать там на то, что командиры у них тоже оказались плохие, да? А вот когда речь идет о ракетных ударах по жилым массивам городов, таких как Киев, как Харьков, как Одесса, как Кременчук, вот тут уже никуда, ни что, ни на какой эксцесс исполнителя не спишешь. Посмотрите, не случайно ведь Путин приехал вдруг в Кремль или обозначил, может быть, он там и не сидел в автомобилях этого кортежа, но ночью накануне он демонстративно либо в Кремль приехал из своей подмосковной резиденции, либо просто вот демонстративно прогнал по Москве свой этот ужасающий кортеж, который, видимо, даже вот своими мигалками, сиренами, этими огромными черными автомобилями сопровождения, которые на колоссальной скорости несутся по пустым улицам российской столицы, вот даже этот кортеж, он должен внушать людям страх и ужас, да? Вот он приехал в Кремль, и что он там делал? Возможно, он там принимал решение о начале массированной операции воздушно-космических сил России против мирных украинских городов. У нас есть право предполагать, что именно ради этого все это и было затеяно. Вот тут уже не спишешь, понимаете, удар по торговому центру, огромному торговому центру уже случайностью невозможно признать, ни при каких условиях, вот ни при каких условиях, понимаете? И это, конечно, знаете, история про карательную операцию. Вот знаете, как во время Второй мировой войны, когда гитлеровцам на оккупированных территориях оказывали сопротивление, когда народы разных стран брались за оружие, уходили в партизаны, начинали отечественную войну, а на самом деле отечественная война идет в Украине. Вот самая настоящая отечественная война, еще раз скажу, да, вот слова этой замечательной песни во времен Второй мировой войны, про священную войну, это слова про сегодняшнюю Украину, да, идет война народная, священная война, да, вот и ярость благородная вскипает, как волна, вот после того, что происходит. Это про сегодняшнюю Украину. Здесь идет великая отечественная война против российских грабителей, мучителей, душителей идей, как там у Лебедева Кумача в той самой песне «Священная война», в стихах к этой песне, говорится, вот, дадим отпор душителям всех пламенных идей, вот, душители всех пламенных идей, это Путин и его банда, по-другому не скажешь. И вот они в ответ на то, что украинцы сопротивляются, в ответ на то, что украинцы смеют сопротивляться, не становятся на коне, переходят в контрнаступление, то здесь, то там, наносят прицельные удары по складам и штабам российских оккупантов. Вот за это Путин решил мстить, заодно показать Западу, что он может еще не такое учудить в ответ на те решения, которые принимает, например, Евросоюз, которые принимает «Большая семерка». «Большая семерка» решила продолжить помогать Украине, что называется, до победного конца. Вот Путин ответил им. Это действительно ответ не только Украине, это ответ Западу. Вот Евросоюз, мы об этом с вами неделю назад говорили, принял такие решения. Мы с вами разговаривали еще до того, как решение было окончательно принято и официально объявлено. А вот сейчас мы уже точно знаем, что Евросоюз принял решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. И вот Путин на это тоже ответил. И на будущие поставки более современного оружия, а будут не только «Хаймарсы» и дальнобойные гаубицы 155-го калибра, но будут наверняка и другие виды оружия. Будут и патриоты, которые рано или поздно начнут прикрывать украинское небо от российских агрессоров. Будут и дальнобойные ракеты ПВО, которые начнут сбивать вот эти самые бомбардировщики Ту-22М3, как-то они вот называются, модернизированные бомбардировщики, с которых запускаются тоже крылатые ракеты неточного наведения. Может попасть в военный завод, там кто-то говорит, в военный завод метили. Ага, ну конечно, там можно попасть точно в военный завод, когда у тебя ракета имеет точность наведения плюс-минус несколько сот метров, потому что она конструировалась для использования как носителя ядерного оружия, где неважно с какой точностью ты попал в цель, 100 метров сюда или 200 метров туда. Запросто можно попасть вместо военного объекта, даже если пускают это по военным объектам, даже если мы на секунду с этим согласимся и предположим, что это так. Хотя я в это решительно не верю, но не идиоты там сидят. Даже там, если где-то и был военный завод, он давно уже спрятан под землю, давно уже эвакуирован в спокойное, тихое, надежное место, замаскирован, а там пустые цеха. Возможно, там 10 лет назад что-то и было, а сейчас уже давно нет. Мы это тоже неоднократно видели, да. Ну, что мне сказать. Раньше мы говорили о том, что в России установился фашистский режим, а сейчас мне уже хочется сказать, что да нет, там нацистский режим. Там режим, который все больше тяготеет к абсолютной тоталитарности и который при этом все, чем дальше, тем больше пропагандирует идею расового, если угодно, превосходства русского народа. Хоть воюют-то не русский народ, воюют там боевые буряты, якуты, тувинцы и жители других национальных окраин, многие из которых, как известно, являются в экономическом и во многих других отношениях абсолютно депрессивными регионами, беспросветной жизнью, где люди не имеют вообще ничего и где вот этим полуграмотным, малообразованным темным людям, возможно, единственный способ подняться это пойти служить в путинскую агрессивную орду. Ну вот, тем не менее, катится Россия, матушка, в направлении самого настоящего, даже не фашизма, а вот неонацизма образца 21 века. Со всеми вытекающими последствиями для тех, кто их туда, что называется, подталкивает и направляет. Субтитры создавал DimaTorzok